Недоношенный ребенок это бомба, которой не знаешь, что взорвется. Вот они, те самые бомбы, лежат в двухстенных кювезах в темных очках. Каждые три часа, а то и чаще их осматривает доктор. Иначе нельзя, ведь рожденные совсем крошечными, к примеру, этот малыш весит меньше килограмма, они требуют особого внимания. Врачи следят за дыханием, питанием. Разрешено навещать малышей и мамочкам. Надежда Долгова своего мальчика может брать на руки и прижимать к груди. Это метод кенгуру. Говорит, главное верить, что все будет хорошо. Как и ему, так и мне страшно за наше будущее. Главное ему вселять уверенность в то, что мы справимся, что мы сильные, и все у нас будет хорошо. Это самое главное. Кстати, этой вере в счастливое будущее многих мам приходится учить. Появление малыша гораздо раньше положенного срока. Огромный стресс для них. В рамках школы для родителей недоношенных детей будут работать четыре педагога, в том числе психолог. А еще реаниматолог, неанатолог и офтальмолог. У таких малышей велик риск развития серьезной глазной болезни – ретинопатии. Что написано в рекомендациях при выписке, их надо обязательно выполнять. И что может произойти, я им буду показывать, что может произойти, то есть отслойку сетчатки элементарно. Сегодня в рамках школы для родителей недоношенных детей прошло первое официальное занятие. Пришло около 30 человек, только мамы. Хотя здесь ждут и папы, и бабушек, и дедушек. В свое время я была бы очень рада таким лекциям. И даже, наверное, знаете, несколько ситуаций, которые у нас были, зная раньше какую-то информацию, их просто не было. Если врачи сказали, что через неделю, через две прийти в глаза посмотреть, значит, надо через неделю, через две. Помимо ценных советов, которые дают медики, мамы могут просто пообщаться друг с другом, поделиться своими проблемами, еще получить подарки. Пинетки, носочки вяжут тоже мамочки из благотворительной организации. Федеральный проект «Чудо-дети» рассчитан на год. Записаться в школу могут все желающие, либо оставив заявку на сайте центра, либо позвонив по телефону. Данные сейчас вы видите на экране. Встреча проходит по четвергам. Татьяна Голубева, Николай Шелкодин, Столком.